Очень жалко, очень жалко, просто все под корень. Часть спилена, часть порублена. Аллея, за которой ухаживали несколько лет, буквально стерта с лица двора. Здесь было около 60 деревьев, осталось чуть больше десятка. Такой акт вандализма до глубины души ранил жителей окрестных домов. А после и многочисленных интернет-пользователей, в том числе из других регионов страны. Я видела, как они их садили, как они маленькие были, как они треноги ставили, как они ухаживали. А тут иду, представляете, они все спилено. Я прямо аж заплакала, говорю, господи, да какой же это это. Глянула веточку, подняла одну, гляжу, спилено. А у основного инициатора и основателя минисквера, бывшего десантника, и вовсе с сердцем стало плохо. Подскочило давление за 200, увезли на скорой. Вот этим деревьям 20-25 лет. Мы садили, когда моему сыну было 3 года. Он держал, я закапывал. И вот, представляете, я посадил лес в надежде на то, что он пригодится людям нашего дома, нашего города, нашим детям, нашим внукам. И я не побоюсь этого слова, нашлась какая-то мать, которая это все вырубила. Вот так дерево за деревом. И когда уже начал разрастаться целый сквер, Юрий собрал подписи жильцов и получил разрешение на высадку хвойных от местного комитета по благоустройству. Саженцы он на своей машине привозил со всего края, а после самостоятельно ухаживал за ними. К доброму делу подключились и другие жильцы. Сквер радовал не только жителей четырех многоэтажек, но и всего города. Подросшие деревья задерживали мусор, очищали воздух. Но тут их спилили. Одна из случайных свидетельниц сообщила, что это сделали две женщины. И их она сможет опознать. Полиция в настоящее время ведет разбирательство. А здесь же вот посмотрите, это щебенка везде. Вот. Здесь вот такая земля. Это все приходится долбить. Все приходится долбить ломом. Каждая дырка здесь выдолблена моей спиной. Я вам правду говорю. И тот, кто не садил деревья, он не знает, как это сложно. Мне больше всего обидно, что после нас не останется ничто. И все делается варварскими какими-то способами. И самое главное, каждый варвар почему-то остается безнаказанным. И он потирает руки. И ему приятно. Не помню, кто говорил, если хочешь изменить мир, начни с себя. Я начал с себя. Юрий, конечно, хочет восстановить сквер. Но уже сомневается, что хватит сил. И опасается, что на деревья снова смогут посягнуть. Обнадеживает факт. Мужчине стали поступать звонки со всей страны от неравнодушных граждан. Люди предлагают саженцы разных деревьев. Но пожилому мужчине требуется и физическая помощь. Если вы готовы помочь воссоздать аллею, телефон на ваших экранах. Дарья Ирошина, Дмитрий Денисов. День с толком.